Ну, ты знаешь, я тебе откровенно скажу, есть несколько примет, вот есть несколько таких очень важных моментов, по которым можно судить, что Америка-таки-да начала меняться. Ну, во-первых, два президента в одном городе находиться не могут. Это давняя традиция, и поэтому для Обамы подали вертолет. Обама практически вот отсюда, от Конгресса, на глазах у всех вылетел, улетел на военно-воздушную базу Эндрюс, оттуда бортом номер один отправится в Калифорнию, который проведет там последний свой отпуск, но вот уже в статусе уходящего президента. И что интересно, после этого борт номер один, знаменитый президентский лайнер, переходит Трампу. Увы и ах, Трамп больше не сможет пользоваться своим роскошным лайнером, золоченым, шикарным, роскошным. Он должен будет пересесть на борт номер один. Ну, вот еще одна примета, мало кто об этом знает, вот просто сейчас расскажу. Как определить, начала ли меняться Америка? Дело в том, что Трампу был передан так называемый ядерный чемоданчик, на клёрфутбол его называют в Америке, металлический кейс в черном кожаном футляре. И есть еще карточка, называют ее здесь бисквит. Это карточка с кодами для управления баллистическим оружием. И вот был момент, до последней секунды офицер, который носит этот чемоданчик, он ходил за Обамой, потому что Обама был президентом. И вот в какой-то момент, в какую-то секунду этот офицер перешел к Трампу и начал всюду неотступно ходить за Трампом. Так что один из признаков того, что ты президент, это еще то, что у тебя в руках не только ключи от Белого дома, но и ядерный чемоданчик. И если есть еще буквально 30 секунд, расскажу, что сейчас происходит. Важный момент, момент очень показательный. Дело в том, что вот сейчас проходит здесь в Конгрессе обед для американского эстеблишмента, дает его Дональд Трамп. Практически не так много времени осталось перед парадом, но Дональд Трамп этот обед хотел отменить. Он хотел дать пощечину политикам и демократам, и республиканцам, тем, кто его не поддерживал в обоих лагерях. И хотел этот обед не проводить в нарушении традиции. Потом все-таки дрогнул, потому что ему нужна поддержка в Конгрессе. Но поступил очень забавно. За его спиной сейчас повесили картину, которая называется «Verdict of the people», «Вердикт народа». Так вот, на этой картине, написанной она в середине 19 века, член избирательной комиссии объявляет о победе президента, и толпа разделена надвое. Кто-то радуется, открыто, ярко радуется, а кто-то просто рыдает, кто-то в расстроенных чувствах. Видимо, эта картина, это очень хороший намек и очень хороший показатель, что сейчас происходит в Америке, и что хотел сказать Дональд Трамп. Дим, ну вот, кстати, о том, что хотел сказать и что скажет Дональд Трамп. Ты ведь не только следишь за происходящим, ты, я знаю, ты активно общаешься с американскими политиками, в частности, в Вашингтоне. Как ты считаешь, легко ли будет для Украины выстраивать новый диалог с Америкой Трампа? Будем ли мы в приоритете для Вашингтона? Ты знаешь, я вот не хотел бы загадывать, потому что о первых шагах Трампа все сейчас гадают, и явно Вы в этой студии с экспертами, с гостями будете говорить, а какими они будут, первые шаги Трампа. Дело в том, что о первых шагах Трампа мы узнаем уже вот-вот. Был задан вопрос новому секретарю президента, ожидать ли первых визитов, ожидать ли зарубежных лидеров на этой неделе. Был ответ, что в ближайшую неделю, дней 10, никто Америку не посетит, а если дальше кого-то мы пригласим, то мы Вам скажем конкретно, скажем позже. Был задан вопрос, когда будут подписаны первые указы Дональда Трампа, и вот я общался с людьми, которые в его команде отвечают за прессу, мне сказали, что к сегодняшнему дню отобрали порядка 200 указов, которые новый президент может подписать, либо это указы президента Обамы, которые он может отменить. Часть этих указов уже в прямом эфире американского телевидения Дональд Трамп подписал, после каждой подписи и ручки раздаривал, символично это было все сделано. Но дело в том, что вот это показатель, очень хороший показатель, что Дональд Трамп с переменами, с изменениями тянуть не будет. Первая часть указов, в частности, касается она и нелегалов, и Мексики, и борьба с преступностью, и кадровые назначения были подписаны уже сегодня. Так что мое предложение, давайте просто подождем, в самое ближайшее время будут подписаны основные указы, и мы увидим, какова позиция, в том числе и по отношению к России, к Украине, к международным вопросам. Чуть-чуть осталось подождать.